Байден против Трампа. Демократы умываются отчаянием. Действительно ли первые дебаты в США стали для Байдена полной катастрофой? И что кандидаты в президенты говорили об Украине? Это и не только. Обсудим с Урелем Эпштейном, исполнительным директором Renew Democracy Initiative. Урель, здравствуйте и рада приветствовать. Здравствуйте. Спасибо, что меня пригласили. Спасибо вам, Урель. В ночь на 28 июня в США состоялись дебаты между действующим президентом Джо Байденом и Дональдом Трампом, его главным противником на президентских выборах. Это была первая встреча Трампа и Байдена на теледебатах с 2020 года. Какой была ваша первая реакция по итогам дебатов? Что вас приятно удивило и что, наоборот, разочаровало? Что меня приятно удивило? Абсолютно ничего. Моя первая реакция был шок, ужас, страх. Ничего хорошего из этих дебатов не вышло. Эти дебаты показывали, что один человек энергично обманывает, а другой человек слабо говорит правду. Но, к сожалению, человеческая натура такая, что люди предпочитают энергичный ложь к слабой правде. Значит, да, я думаю, что демократы правильно считают, что эти дебаты — это конец для байденовской кампании. На сию секунду, в общем-то, мое мнение — это то, что у демократов нет никакого другого выбора, кроме как изменить Байдена на кого-то другого. Я только надеюсь, что сам Байден это понимает. Проблема в том, что, в общем-то, я считаю, что Байден был вполне нормальный президент. Даже, я бы сказал, хороший президент. Он очень, я бы сказал, умел, как маневрировать в Вашингтоне, как делать договоры. С точки зрения законопроактов он один из самых успешных президентов последние несколько даже десятилетий. И это несмотря на то, что в Вашингтоне, я бы сказал, тут рекорд, это партизаншип, где демократы и республиканцы абсолютно не соглашаются ни на что. И несмотря на это, Байден сумел продвинуть несколько таких достаточно сильных законопроектов. Но, к сожалению, люди на это не смотрят. Люди хотят энергичного президента. Вот для них это самое важное. И на сию секунду Байден доказал, что он не может эту роль играть. Смотря вчерашний дебат, я просто был в шоке, как он даже предложение не мог закончить. Вот я там слушал, там были некоторые моменты, где я просто, я правда не знал, что он старался сказать. И, к сожалению, так как его соперник, человек как Трамп, который говорит всё, что угодно, обманывает, да он даже не знает, что такое правда. И Байден, к сожалению, не в позиции, чтобы противоречить его, показывать людям, где он обманывает. И из-за этого, к сожалению, я считаю, что демократы должны принять какое-то другое решение. Уриэль, помимо обмана, как вы говорите, заметили ли вы, что Трамп часто игнорировал вопросы модераторов, используя своё время для обвинений в адрес Байдена? Кроме этого, он несколько раз пытался перебить президента, но в те моменты его микрофон был выключен, как это предусматривалось условиями самих дебатов. Да, да, это то, что вот меня очень интересовало, вот все говорили до этих дебатов, что то, что они будут отключать микрофоны, что это очень поможет Байден, потому что это остановит Трампа, и это не позволит ему перебивать и всё прочее. Я считаю, в конечном итоге, что то, что они отключали микрофоны, наоборот, это помогло Трампу, потому что это его спасло от самого себя. Да, он никогда почти не отвечал на вопросы, он просто говорил всё, что он хотел, ему не важно было, что его спрашивали. Но не только это, но люди не настолько увидели, какой он, честно говоря, чуть ли не сумасшедший. Он же безумный человек, и он будет там говорить, нести какую-то чушь, но то, что вот они отключали микрофоны, ему не позволило это делать. И, значит, мы, как зрители, видели человека, который, ну да, он обманывал, да, он не отвечал на вопросы, но хоть минимально он был более-менее как будто бы нормальный человек. А если бы ему позволили делать то, что он всегда делает, я думаю, что это как раз наоборот показало бы людям, кто он такой. Вот я вспоминаю дебаты с 2020 года, где вот Трамп просто кричал, перебивал, всё прочее, люди на это очень негативно среагировали. И в этих дебатах они показали Трампа как будто бы нормального человека, а Байден наоборот. Более того, из-за того, что тут микрофоны были немножко ещё менее чувствительные, они подбирали звук не так сильно, как вот эти предыдущие микрофоны в предыдущих дебатах, так Байден ещё вдвойне слышался хуже, он был ещё тише. И, опять же, вот то, что вот ему позволяли говорить беспрерывно, вот какие-то несколько минут, опять же, показали, я бы сказал, ну, доказали его недостатки. Уриэль, иногда даже модераторам то, о чём мы с вами говорим, приходилось повторять вопросы, поскольку Трамп не отвечал на них, например, поддерживает ли он предложение Путина о прекращении войны. Но Трамп потом заявил, что предложения, выдвинутые диктатором Путиным, якобы как условия для прекращения развязанной РФ войны против Украины, являются неприемлемыми. Учитывая пророссийскую позицию Трампа, он сказал так, чтобы не провоцировать избирателей, или он действительно так считает? Как вы думаете? Кто его знает? То, что Трамп считает сегодня, это не значит, что он это будет думать завтра, или послезавтра, или на следующей неделе. Проблема с Трампом — это не только то, что вот он более-менее, он верит в изоляцию Америки, то, что он считает, что мы не должны поддерживать наших партнёров. Это не только, это даже не единственная самая его большая проблема, а то, что мы не знаем, что он верит. То, что его мнения меняются день за днём, неделю за неделю. И, в общем-то, он верит в то, что самый последний человек ему сказал. И, значит, тут есть какой-то шанс, что вот, скажем, если кто-то с ним поговорит, кто поддерживает Украину, и как-то сумеет его уговорить, что это в его персональных интересах. И тут это очень важно, что это не должно быть в интересах США, а что это в интересах Доналда Трампа поддерживать Украину или поддерживать диктатора Путина. Возможно, он поверит этому человеку. Значит, то, что он вот сейчас говорил, что вот, ну, то, что Путин говорит ему, тоже неприемлемо, ну, да окей, это хорошо, это нормально, но что это нам показывает? Очень мало. Потому что вот мы одновременно видим, как он говорит, что вот те деньги, которые мы передали в Украину, это деньги на выброс. Мы слишком много вам деньги передавали. Европа должна больше делать. Ну, в общем-то, в этом я как раз согласен. Но он использует этот аргумент, чтобы говорить, что Америка вот ничего не должна делать. И самый вот такой большой аргумент — это такой, это двойной аргумент. Первое, что если бы он был президентом, эта война никогда бы не случилась. Несмотря на то, что война была, когда он был президентом. Извини меня, эта война же не началась в 22-м году. Она началась в 14-м году. Трамп был президентом во время войны, и он абсолютно ничего не сделал. И второй вот тут аргумент, что он, если бы он был президентом, он бы прекратил эту войну за один день. За 24 часа война бы закончилась. Как? Единственный метод закончить эту войну за один день — это дать Путину всё, что он хочет. Нет другого метода. Потому что даже если бы он говорил, что вот он даст вам, даст Украине всё, что нужно, то, к сожалению, уже на сию секунду война же не закончится за один день. И мы понимаем, что Трамп не даст Украине всё подряд, потому что на сию секунду это его же партия, которая останавливает помощь Украине. Вот это самые радикальные члены республиканской партии. Честно говоря, моя бывшая партия. Но это самые радикальные члены республиканской партии. Марджери Тейлор Грин, Паул Госсар, Мэтт Гейтс, которые всегда предлагают эти законопроекты, чтобы прекратить какую-либо помощь Украине. Слава богу, на сию секунду эти законопроекты никуда не идут. Они очень быстро все прекращаются, но риск существует. И на сию секунду у меня никаких сомнений нет, что лидеры в Европе паникуют и думают, а теперь как им приготавливаться для второго терма Доналда Трампа. То, о чём вы говорите, цитируя Трампа, про один день для того, чтобы закончить войну, мы понимаем все, что это нереально. Дело в том, что Трамп даже не объясняет, каким образом он может это сделать. Но то, что вы объяснили, это действительно так. За один день можно закончить эту войну. Это только так, если отдать Путину всё, что он хочет. А этого никогда не будет. Трамп также сказал, что из-за действий Байдена мир никогда не был столь близок к началу Третьей мировой войны, поскольку Байдена никто не уважает. Ни Путин, ни Ким Чен Ын, ни Си. В ответ на это действующий президент вновь подчеркнул, что Третью мировую приближают такие, как Трамп, кто считает, что Путин остановится на Украине и не будет атаковать страны НАТО. Насколько аргументированы эти обвинения с обеих сторон? Давайте тут обговорим, наверное, больше фразы со стороны Байдена. Ну, Байден, конечно, абсолютно прав. Это наш аргумент тоже. Проблема в том, что я помню, когда Байден говорил этот аргумент, и даже мне было немножко тяжело его слышать, когда он это произносил. И немножко было тяжело понимать. Я знал, о чём он говорил, так как я, в общем-то, работаю в этой области. Но я думаю, что средний американец понятия не имел, о чём Байден говорил, к сожалению. Нам нужен человек, который может коммуницировать и который может делать эти ключевые аргументы лучше, сильнее, и чтобы люди их понимали, воспринимали. И я думаю, что средний американец может это понять. Но это надо объяснить даже чуть более просто. Надо это просто проще объяснить. Что Путин — он криминал, и что криминалов надо останавливать. Если ты криминала не остановишь, то он будет продолжать. Мы это исторически видели в политике. Мы это, конечно, видели до Второй мировой войны, где вот каждый раз мы говорили Гитлеру, ну ладно, мы вам дадим Райнлэнд или Австрию, ну пожалуйста, остановитесь. Ну пожалуйста, ну хватит же. Вот мы вам что-то дали, и всё. И каждый раз, что вот мы так уступаем, диктаторы будут брать больше. И байденовский аргумент, что если мы отступим от Украины, Путин пойдёт на шаг дальше, да мы уже видим, как русские это говорят. Мы видим, как Медведев выступает, и он начал уже говорить даже не про Эстонию, не про Литву. Опять же, Литва и Эстония — члены НАТО. Но он даже идёт дальше теперь. Не только Эстония, не только Литва, а уже и Польша. Вот как они думают. Вот они всегда думают на шаг вперёд. И мы видим это исторически. Там многие же считали, что Путин сошёл с ума, когда он вошёл в Украину в 22-м году. Я абсолютно с этим не согласен. Путин абсолютно логично действовал, реагировал на западный мир. Что я имею в виду? Я имею в виду, потому что, начиная с 2000-х годов, где он бомбил Чечню, и никто на это не реагировал в мире. Потом в 2008-м году, где он вошёл в Грузию, и никто не реагировал. В 2014-м году он вошёл в Крым, никто не реагировал. В 2015-м году он бомбил Сирию, никто не реагировал. В 2021-м году в Белоруссии были протесты. Они были наконец-то готовы свергнуть Лукашенко. И что Путин сделал? Он вошёл со своими войсками, прекратил эти протесты. И потом, это было в 2020-м году, и потом в 2021-м году он то же самое сделал в Казахстане. И опять же, свободный мир ни на что не реагировал. И значит, с путиновской точки зрения это было более-менее логично. А почему нет? Никто не реагировал на все эти предыдущие вещи. Почему бы мне не войти в Украину и не взять следующий шаг? Если мы на сию секунду позволим ему хоть какой-либо выигрыш в Украине, то это только начало. И через 2-3-4-5 лет он войдёт ещё куда-то. В Молдаву, в Литву, в Эстонию и так далее. Значит, тут риск огромный. И Байден это понимает, Трамп это абсолютно не понимает. Или даже если он что-то понимает, ему просто наплевать. Уриэль, абсолютно согласна с вами. Потому что мы видим, как российские ракеты залетают на территорию Польши. Видим, как российские ракеты залетают на территории других стран, не только Украины. И мы слышим, как Трамп после этих дебатов сказал во время передвыборного митинга в Вирджинии, что если у США будет умный президент, как он говорит, то такие страны, как Россия, Китай, КНДР перестанут быть врагами Соединённых Штатов Америки. Но это же абсолютно не так. Просто интересно, что он имеет в виду и что он думает в это время, когда произносит вот такие вот фразы. Тяжело сказать, что он думает, когда он говорит такие фразы. Я могу так сказать, что проблема с Трампом — это то, что он на всё смотрит только с личной точки зрения. Он не думает с точки зрения геополитики. Он не думает с точки зрения интересов страны. Он думает только с точки зрения его персональных интересов. И опять же, эти интересы меняются, его мнения меняются. Вот будем говорить про Ким Жонгун. Вначале, когда он вначале только стал президентом, он с Ким Жонгуном говорил, какой Ким Жонгун сумасшедший, какой он ужасный. И даже шло до такой степени, что он говорил, что его ядерная кнопка больше, чем ядерная кнопка Ким Жонгун. Чтобы американский президент так говорил, это тяжело поверить. Но вот вначале, вот как он говорил про Ким Жонгун. Потом со временем всё изменилось. Теперь он любил Ким Жонгун, и тот его любил. Они просто были лучшие друзья, они очень хорошо друг друга понимали и всё прочее. Опять же, ничего из этого тоже не вышло. Никакого договора Северной Кореи не было. Всё это провалилось. И это только проявило опасность для наших союзников в Азии. Значит, то, что Трамп говорит, что он будет друзья с каким-то диктатором тут или с каким-то диктатором там, это абсолютно ничего не доказывает, это абсолютно ничего не показывает и ничего абсолютно не гарантировано. Но риск существует. Почему? Потому что Трамп, ну, это чуть ли не в душе его, что он верит таким людям. Потому что он, может быть, и уважает таких людей. Он ревнует таким людям. Он хочет быть таким, как они. Но, слава Богу, в Америке есть республика, есть демократия, есть свобода, и наша система ему не позволяет. Ему не позволяет таким быть. Но это не останавливает его мечту таким диктатором стать как раз, каким есть Путин и всем остальным. Вот, значит, это наша задача. Если он станет президентом, это наша задача будет, чтобы как-то продумывать, как вот Америка может продолжать свою роль, несмотря на то, что наш президент не верит в эту роль защиты свободного мира. Это означает, что Европа должна будет продвигаться, Европа должна будет стать лидером в этой борьбе. И это означает, что такие, как я, мои коллеги, другие люди в американском обществе, которые вот как раз понимают эти риски и верят в свободный мир, что мы должны будем делать всё, что мы можем, чтобы изнутри остановить его вот как раз вот такие мечты. И, ну, как только мы можем pressure, вот наше правительство, их пушить в правильную сторону, чтобы хоть какая-то помощь продолжалась. Уриэль, по поводу Бардена, и мы сегодня с вами об этом говорили в начале нашего разговора, о том, что звучат такие предположения, о том, что демократы могут попытаться якобы заменить Бардена на другого кандидата после дебатов, но интересный и одновременно очень сложный вопрос, на кого, поскольку Байден показывает лучшие результаты среди всех потенциальных претендентов от партии, которые могли бы баллотироваться в президент. Я думаю, что это на сию секунды, потому что все знают, кто он такой. Там есть полно других возможных кандидатов, которые просто большинство страны пока ещё не знают. Но если они станут кандидатом, то очень быстро их все узнают, и я думаю, что эти все опросы начнут показывать что-то совсем другое. На сию секунду люди все же понимают, что Байден не в физическом состоянии продолжать в этой роли ещё 4 года. Но это просто, ну это же всем понятно, это всем видно. Несмотря на то, что он, опять же, он хороший президент, он хороший человек, он честный человек, но он просто, ну он не молодой человек, и это же видно, это показывается. И это очень много людей, вот как раз они этого боятся. И значит, я думаю, что если бы мы взяли такого как губернатора Мишиган, Уитмар, или губернатора Пенсилвании, Шапира, или даже губернатор Калифорнии, Гавин Нусом, то я думаю, ситуация была бы совсем другая. Самый большой риск сейчас, это то, что, конечно, вайс-президент Камала Харрис в самой лучшей позиции стать новым кандидатом, но мы видим по опросам, что она абсолютно непопулярная. Большинство американцев её не любят, и опять же, не важно причина почему, важно только, что это факт, что опросы показывают, что она непопулярная. Значит, у демократов тут очень сложная ситуация. Они должны как-то обойти Камалу Харрис и выбрать какого-то из этих губернаторов, как Уитмар, Шапира, Нусом, может быть, даже и кого-то другого, но я думаю, что это будет один из этих троих, чтобы заменить кандидата, и потом те должны будут найти нового вайс-президента. Если они как-то сумеют это сделать, и опять же, это возможно, потому что наши, это демократический DNC convention, это съезд для демократов, только будет в августе. Значит, у них есть немножко времени, у них чуть ли не два месяца есть до того, как у них будет съезд, и не только на съезде формально выбирают кандидата. Значит, есть еще тут возможность кого-то другого выбрать. Но, конечно, это будет просто с логистической точки зрения очень сложно, потому что уже вся инфраструктура, все уже есть вокруг Байдена. Но, к сожалению, я думаю, что если мы ничего не сделаем, если они будут дальше продвигать Байдена, то, что мы почти гарантируем второго, это что Трамп выиграет. Кстати, вице-президент США Камала Харрис сказала, процитирую ее слова, что результаты этой гонки не решит одна июньская ночь. Они будут решены вами, нами. То, кто возглавит Белый дом в следующем году, будет определено тем, что мы вместе сделаем в эти следующие 130 дней. И в конце концов, на этих выборах перед каждым встает вопрос, в какой стране мы хотим жить? В стране свободы, справедливости, верховенства права или в стране хаоса, страха и ненависти? Можно ли действительно утверждать, что вот такие результаты президентской гонки, они заблаговременные и не могут быть решены за одну ночь в июне, как об этом сказала вице-президент США. Ну, конечно, никакие карантии нет, все может еще измениться, как она сказала, еще осталось несколько месяцев, время есть, может быть, что-то изменится. Но опять же, то, что мы увидели на этой неделе, на предыдущей неделе, это не только плохая ночь. Плохая ночь — это ладно, он что-то там не то сказал, или он ошибся, вот это плохая ночь. То, что случилось на дебатах, это не была просто плохая ночь. Это была катастрофа, это был ужас. Мне, когда я смотрел эти дебаты, мне физически было больно слушать Байдена, как он старался ответить Трампа. И мне было больно еще то, что Трамп лгал в ответ на каждый вопрос, или он просто не отвечал на вопросы. Но несмотря на это, все только помнят то, что Байден сделал. И опять же, Байден не просто ошибся, он не просто там немножко не то сделал. Он замерзывал, он не отвечал, он спотыкался, он не мог заканчивать свои предложения. Это доказывало людям, что наш самый большой страх про Байдена, то, что он слишком старый, в реальности прав. Он просто... Все, что люди думали о нем, вот все эти самые большие страхи вот просто, ну там, американцев, они доказались. И значит, я не вижу, как это можно изменить. На следующий день Байден пошел на митинг, и на этом митинге он очень хорошо выступил. Он был энергичный, он очень хорошо говорил, но нельзя же изменить то, что случилось на этих дебатах. Он не может просто там с хорошей речью все это исправить. Более того, на этом митинге он же говорил с телепромптера. И значит, тут ключевой вопрос, а может ли он так говорить без телепромптера? Может ли он просто там отвечать на вопросы, дебатировать, обсуждать без каких-то записей, без бумаг и так далее? И пока мы не видели ничего, что нам может показать, что он способен на сию секунду это делать. И значит, вот почему... Опять же, я понимаю, почему Вась Приди Харрис так говорит. Это логично с ее точки зрения. Она должна это говорить. Это ее начальник, это ее задача защищать своего начальника и так говорить. Но опять же, то, что люди публично говорят, это не означает, что они то же самое говорят за закрытыми дверями. И я могу вам сказать, что я говорил уже с некоторыми членами Конгресса, я говорил с некоторыми такими достаточно высоких людей в демократической партии. И тут абсолютная паника. Они все говорят, что все, они не могут оставить так, как есть. Они должны что-то изменить. И вот этот один член Конгресса, он мне говорил, как он был на вечеринке, на партии, вот смотрел дебаты, и что очень быстро, буквально за первые пять минут, этот партий превратился в похорон. И опять же, несмотря на то, что я все-таки желаю Байдена всего самого лучшего, я думаю, что так оно и есть. Эти дебаты представляли похороны для его компаний. Я просто не вижу для него возможности после этого вернуться. Это как-то изменить мнение людей. Это просто слишком теперь центральный месседж стал. Даже New York Times, которая более-менее такая левая же газета, она выступила и сказала, что Байден должен отступить. Значит, в общем-то, не, я думаю, что на сию секунду ничего не изменится. И если демократы будут слишком, если они будут бояться изменить своего кандидата, то я боюсь, что они гарантируют выигрыш Трампу. Мы слышим и спикера Палаты представителей Конгресса Майка Джонсона сообщает в New York Post о том, что кабинет президента США Джо Байдена должен применить 25-ю поправку Конституции, чтобы заставить его уйти в отставку после катастрофических, как он говорит, дебатов накануне вечером. Насколько возможно эта история с применением 25-й поправки и что она означает, можете объяснить нашим зрителям? Да. Значит, 25-й именмент это говорит, что кабинет президента, те, которые его окружают, они имеют право говорить, если они почти все, я думаю, две трети голосуют и говорят, что все, президент не в состоянии остаться президентом, они могут его убрать и вайс-президент станет президентом. Это, конечно, абсолютная чушь, это абсолютно никогда не будет, это абсолютно нереально. Первое, потому что Байден, несмотря на то, что он очень слабо коммуницирует, он очень слабо говорит, все-таки он способный, я считаю, человек, он способный президент, его не уберут, и вокруг него команда очень сильная, близкая, ну, там есть, конечно, те, которые сильнее других, вот у меня есть какие-то проблемы, скажем, с Чейк Салованом, его National Security Advisor, но, несмотря на это, у него и его команда все-таки сильная, способная, и он сам, у него все-таки, я думаю, я думаю, что более-менее светлая голова, я не думаю, что это кто-то другой контролирует правительство, значит, конечно, его не уберут. Самая ирония в том, что Майк Джонсон сказал, что вот они должны быть 25-й amendment, это то, что в конце трамповской администрации там были реальные разговоры среди министров кабинета, что, может быть, надо будет применить 25-й amendment, они готовились, они обсуждали это, они думали, после 6 января там несколько, один министр, это министр для образования, ушел из кабинета, она ушла из кабинета как раз после 6 января из-за того, что Трамп сделал, из-за того, что он старался сделать переворот, и там они были серьезные обсуждения применения этого amendment, значит, как раз ирония того, что Джонсон говорит, это то, что, да, против Байдена абсолютно нереалистично, чтобы они это сделали, но 4 года назад они серьезно думали делать как раз вот это против Трампа. Урель, вот мы с вами говорим, говорили о возрасте, о том, что действительно это есть проблемой, и Трамп сказал следующее, это была реакция после дебатов, он сказал, что не считает возраст Байдена, на который все обращают внимание, его проблемой, он сказал следующее, возраст Джо Байдена, это не его проблема, дело в его компетентности, как бы вы отреагировали на вот это заявление, мы с вами не будем сравнивать компетентность Трампа и Байдена как политиков, но все-таки, если все говорят о возрасте, Трамп тут говорит совершенно другое. конечно, он говорит совершенно другое, потому что у него выбора нет, Трамп же сам не молодой человек, Трамп у 78, Байден у 81, разница между ними в три года, значит, конечно, Трамп не хочет говорить про возраст, потому что те же аргументы, если будем говорить про возраст, те же аргументы, которые люди могут использовать против Байдена, они также могут использовать против Трампа, какой-либо из них, если один из них станет следующим президентом, то этот человек будет самый старый президент в американской истории, это Трамп, Байден, они оба самые старые президенты были бы в американской истории, значит, конечно, Трамп не хочет говорить про возраст, но я считаю, как вы вот начали, что это не в его интересах говорить про компетентность тоже, потому что тут Байден сказал очень важную правду, но опять же, он просто слишком слабо ее сказал, что из бывших министров Трампа большинство, чуть ли не большинство, я думаю, большинство либо высказались против него, либо ничего не сказали и не готовы его поддерживать, да и сам его бывший вайс-президент на сию секунду не поддерживает Трампа, это нам должно что-то показывать, мы говорим про компетентность президента, все-таки все подчиненные Байдена его поддерживают, все, все, нету бывшего, мы нигде не видим, что бывший подчиненный Байден выступал и говорил, что он некомпетентный, что он слабый, что он плохой. Я не вижу, чтобы какой-либо из бывших байдоновских подчиненных этого говорил. А вот для Трампа я вижу, как почти все его бывшие подчиненные так выступают. Это Secretary Mattis, John Kelly, ну да все они, они почти все говорят, что Трамп не может быть президентом. Даже если они недостаточно, я считаю, в моем мнении они недостаточно. Это говорят публично. Я вам гарантирую, что опять же за закрытыми дверями они это говорят всегда и всем. Я же это сам слышал. Я был иногда в этих комнатах, где вот это обсуждалось. Я с некоторыми из них говорил сам. И вот они мне так и говорили. И они так намекают публично. А некоторые уже даже больше, чем намекают. Его бывший National Security Advisor Джон Болтон ну просто публично выступает и говорит, что если Трамп станет президентом, он постарается выйти из НАТО. Он будет серьезно это думать, он будет серьезно обдумывать это решение. И вот он, возможно, выйдет. Такие риски огромные. И опять же, я не вижу, чтобы хоть ни один человек такое не говорил про Байдена. Курель, про Байдена и про его реакцию после дебатов. Мы с вами вспомнили о реакции Трампа. И вот президент США Джо Байдена отверг опасения относительно недовольства некоторых демократов в его выступлении во время дебатов с экс-президентом Дональдом Трампом. Об этом он сказал во время общения с журналистами. Сообщая Дехилл, он сказал, что я думаю, что мы хорошо поработали, отметил действующий президент США. Но то, что вы сказали, то, что говорят публично, не означает, что так считают за закрытой дверью. И мы можем предполагать здесь, что это только слова для прессы, чтобы смягчить резонанс вокруг. Как вы думаете, для избирателей, которые твердо решили голосовать за кандидата от Демократической партии, эти дебаты что-то изменят? Изменили или нет? Нет, конечно. Нет, конечно. Потому что люди понимают. Я думаю, что те, которые поддерживают. Но даже такие, как я. Что мы понимаем, что в конце концов, когда ты голосуешь за президента, ты же не только голосуешь за президента. Ты не только голосуешь за человека Байдена или за человека Трампа. Ты голосуешь за всю администрацию. Значит, даже если этот центральный человек немножко слабый, как вот Байден, то ты все-таки голосуешь за всю администрацию. Проблема с Трампом — это что Трамп сам, это не только что он сам некомпетентный, что вот когда ты голосуешь за Трампа, ты не только голосуешь против Байдена, ты голосуешь за все то, что вот Трамп хочет сделать, за то, что вот он хочет отойти от Украины, что он хочет приблизиться к Путину, к Си Шинпингу, все прочее. Вот то, что он готовится и что его будущая администрация готовится отнять многие защиты в нашей демократии против того, чтобы президент стал слишком сильным. Вот все эти лимитации на полномочия президентства, Трамп хочет их отменить. И его администрация в этот раз, я думаю, будет намного более успешной отменивать эти лимитации, чем она была в предыдущий раз. И, значит, конечно, те, которые уже решили голосовать за Байдена, они же это ничего для них не изменит. Честно говоря, Байден может завтра похнуть, и это тоже не изменит. Потому что будет понятие, что, опять же, ты не голосуешь за одного человека, ты голосуешь за всю команду и за какую-то политику, за какую-то идеологию. Но, опять же, человеческая натура такая, что мы больше всего думаем не про команду, не про администрацию, не про всю группу, а мы всегда хотим думать про одного человека. И вот как раз в чем проблема, вот почему такие дебаты, такой маркетинг, все это настолько важно в американских выборах, потому что люди как раз хотят голосовать за кого-то, кто им нравится персонально. Вот мы в Америке всегда говорим, а с кем бы ты хотел выпить пиво? Для меня, конечно, это всегда очень странно, потому что если ты идешь к доктору, и ты хочешь самого лучшего доктора, ты не думаешь, а хочу ли я выпить пиво с моим доктором? Тебе на это наплевать. А тебе просто нужен самый лучший хирург или прочее. А тут ты хочешь выпить пиво с самым лучшим политиком, ты хочешь выпить пиво с президентом, и из-за этого мы голосуем за человека, который нам больше всего нравится, или которого на сию секунду, может быть, которого люди меньше всего ненавидят. Уриэль, для того, чтобы подытожить все, что мы с вами сегодня обговорили, вот американский эксперт Кристофер Эдвуд считает, что на таких вот первых теледебатах между кандидатами на пост президента США проиграли оба политика, а также Америка и весь мир. Согласны ли вы с этим мнением, и как вы для себя это объяснили? Абсолютно, сто процентов. Она абсолютно прав. Проиграла Америка, проиграла весь мир. То, что Америка, самая сильная страна в мире, принимает решения для самого влиятельного человека в нашей стране, и наш выбор между Байденом и между Трампом. Между, с одной стороны, криминалом, человеком, который хочет уничтожить более-менее нашу демократию, и, с другой стороны, человек, который, к сожалению, слишком слабый, чтобы эту демократию защищать. То, что вот это наш выбор, это показывает на сию секунду слабость нашей системы. И это меня очень пугает тоже. Потому что я все думаю, как нам от этого отойти, как нам вернуться к серьезным дебатам. Вот если мы подумаем, что было в 2012 году между Митромни и Барак Обама. Вот я вчера смотрел, так просто для интереса, я смотрел несколько минут из их дебатов, и дебаты были серьезные. Вот дебаты были, они первые друг друга уважали, и был настоящий разговор, были настоящие несогласия. И вот, но дебат был такой серьезный дебат, и мы обсуждали серьезные вещи. А вот сейчас мы обсуждаем, кто лучше играет в гольф. Это просто несерьезно. Политика должна быть серьезной. Политика — это важная вещь. И на сию секунду политика это слишком выглядит, как будто бы это reality TV show, как будто бы это какой-то сериал, где мы все думаем, кто с кем спит, кто что там, ну, кто в какой спорт лучше играет. Да это, что вот это наши разговоры, это наши дебаты, это огромный риск для Соединенных Штатов. Потому что это показывает таким, как Путину, таким, как Xi Jinping, что возможно, что мы как страна несерьезная. И что, может быть, мы не будем способны защищать наши собственные интересы, мы не будем готовы защищать наших союзников, и мы не будем готовы противостоять против наших врагов. И да, значит, с этой точки зрения я считаю, что этот дебат очень услабил Америку и весь свободный мир. И это теперь наша задача — это исправить. Это наша задача — бороться против этого тренда, где мы все менее и менее серьезные в политике. Мы должны вернуться во времена, где политику обсуждали серьезные люди, и где это было серьезное дело. И где мы могли друг с другом не соглашаться, но друг друга не ненавидеть. Вот это тоже очень такая опасная вещь, что в Америке это не только то, что вот мы друг с другом не соглашаемся, а нет, тут есть такое понятие, что если мы не соглашаемся в политике, то мы должны друг друга ненавидеть. Что ты не только мой соперник, а ты мой враг. И это тоже очень опасно в республике. Значит, вот такая наша задача идти вперед. Уриэль, я верю, что вот то, что вы сказали, возвращение в серьезную политику, оно обязательно будет. И хочу завершить наш разговор приятным для Украины. Администрация президента США Джо Байдена предоставит нашей стране оружие и боеприпасы на сумму 150 миллионов долларов. Известно ли, что конкретно будет в этом пакете, и что известно о других, возможно, пакетах помощи для Украины? Ну, специфически я четко не знаю, что будет в этом пакете. Я предполагаю, что это будет, так как пакет 150 миллионов сравнительно маленький, это не самый большой пакет. Я думаю, что это будет больше всего артиллерия, эти, ну, точка 155 раунды для артиллерии, это будут ракеты, это будут такие вещи. Ну, и, вероятно, какие-то будут, ну, уже танки, к сожалению, они не будут, но будут, ну, такие вещи, что это не будет что-то такое уж огромное. Но то, что интересно, это то, что на сию секунду пайденовская администрация обсуждает с Израилем вам передать 8 патриотов, систем патриотов. И это как раз очень важно, потому что эти системы, мы уже доказаны, что они могут защищать ваши города, и Израилю они почти уже не нужны. Значит, просто президент должен уговорить Израиля, что они могут это сделать, и что это не будет для них слишком большой риск. Потому что Израиль боится России все-таки. У России есть позиция в Сирии, и Израиль боится, что если они слишком будут поддерживать Украину, то Россия им не позволит бомбить террористов в Сирии. Вот, вот это такая логика в Израиле. Я думаю, что это все-таки Байден будет способный, Байден сумеет уговорить Израилю вам передать эти системы, потому что уже Путин доказал, что вот все его эти угрозы, что, мол, какая-то эта система или та система для него это красная линия, он доказал, что это все бред, что это просто блеф, блаф, блеф, и что он ничего делать не будет. Также, как он говорил, что вот если НАТО будет расширяться, что вот он может начать ядерную войну, а потом, когда Финляндия и Швеция присоединились в НАТО, он на это почти не среагировал. Он сказал, что ему это, что его это не интересует, и что они имеют право делать, что они хотят. И, значит, тут, используя вот как раз эти аргументы, я думаю, что администрация сумеет уговорить Израилю вам передать эти патриоты. И вот я надеюсь, наконец-то, что это, может быть, вам поможет защищать вашу инфраструктуру, энергии, ваши города и так далее. Верим в это, потому что очень интересный момент по поводу этих патриотов, поскольку Израиль, это та страна, которая, если не ошибаюсь, давала нам помощь, и эта помощь была только нелетальными средствами. Если мы говорим о патриоте, то тут уже, это уже серьезно. Уриль, я вам благодарна за этот разговор интересный, правдивый, эмоциональный. Спасибо, что вы нашли время пообщаться. Уриль Эпштейн, исполнительный директор Renew Democracy Initiative, был с нами на связи. Дякуемо нашим глядачам, которые смотрят нас. Поставьте, пожалуйста, лайк, напишите в комментариях, что вам понравилось это беседа, и до новых встреч. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok